Канобу.ру представляет Русы шагают на запад. Wargaming.net открыла европейское представительство. «Звездные войны. Эпизод 2». Стала известна российская цена Star Wars The Old Republic. Московская команда Panzar Studio набирает фокус-группу для теста игры Panzar Forged by Chaos. Разработка Panzar началась в 2008 году. Игра делается на мощнейшей графической технологии CryEngine 3. И даже на текущем этапе создания выглядит бесподобно. С жанровым определением всё сложнее. С одной стороны, это классический многопользовательский экшен с ролевыми элементами. В сессионных битвах могут участвовать до 32 игроков. На выбор несколько классов, каждый из которых обладает уникальным перечнем умений. На первый взгляд, в схватках происходит неконтролируемый апокалипсис, хотя на самом деле это совсем не так. В действительности, Panzar несколько умнее, чем может показаться. Дело в том, что разработчики хотят сделать из игры киберспортивную дисциплину. А потому тщательно шлифуют классы. Так что желающие смогут освоить азы местной тактики и углубиться в изучение тонких игровых механизмов. Кроме того, авторы работают над разными режимами, чтобы бойня фэнтези-сеттинги ненароком не наскучила. Сейчас набирается фокус-группа для закрытого теста. Подробности на официальном сайте проекта. Компания Gamers First ищет партнеров для издания All Points Bulletin Reloaded в России, а также запускает второй этап открытого бета-теста. Второй этап открытого тестирования APB Reloaded стартовал на днях. Разработчики исправили недостатки прошлых версий игры, а также изменили миссии, систему организации матчей и рейтинг умений. Кроме того, издатель компании Gamers First не забывает о существовании далекой России. В самое ближайшее время APB будет локализовано и официально издано в нашей стране. Gamers First ведет переговоры сразу с несколькими отечественными компаниями. И, как только будет достигнута предварительная договоренность, объявит примерную дату выхода русской версии. Напомним, что оператором оригинальной провалившейся All Points Bulletin была Electronic Arts. Wargaming.net подкрепляет наполеоновские планы открытием филиала в Париже. Руководителем нового офиса назначен топ-менеджер компании Blizzard. После однозначного успеха World of Tanks на Западе белорусская компания анонсировала игру World of Warplanes, а несколько месяцев спустя открыла европейское подразделение. Центральный офис расположился в Париже, а управляет им Фредерик Мур, бывший руководитель службы поддержки и управляющий директор Blizzard Entertainment в Европе. Официально миссия нового офиса заключается в налаживании деловых контактов с западными партнерами. Директор Wargaming.net Виктор Кислый заявил, что открытие европейского филиала для его компании – важный шаг вперед, и сейчас команда находится на пути в высшую лигу. Учитывая, что белорусы успешно заняли свою нишу и, в принципе, делают такие игры, которые больше никто не разрабатывает, у них есть все шансы на большой успех. Редакции Kanobu после релиза World of Warplanes для полного счастья останется только дождаться Counter-Strike про огромных прямоходящих роботов. Выход Star Wars The Old Republic, похоже, станет главным событием этого года. Издатели игры обеспечивают ей грандиозную рекламную акцию, а фанаты Дарта Вейдера и Люка Скайуокера уже оформляют предзаказы. На днях президент Electronic Arts Джон Ричетьелло сообщил о том, что Star Wars The Old Republic установила рекорд по числу проданных копий на этапе предзаказов. В первую неделю старта предварительных продаж игра разошлась тиражом в 200 тысяч экземпляров. У Electronic Arts таких показателей не было за всю историю существования компании. Кроме того, новые Звездные Войны уже доступны россиянам. Игра продается в магазинах сети 1С Интерес, цена стандартной комплектации составляет 1199 рублей. Помимо, собственно, самого диска, за эти деньги геймеры получат 30-дневный доступ к The Old Republic. Оформивших предзаказ также ждут дополнительные бонусы. Возможность перейти на темную сторону силы раньше всех остальных и какой-то уникальный цветной камень, позволяющий менять эффект оружия. Количество предзаказов ограничено. Одной строкой У MMORPG про RIM God's Heroes Rome Rising появилась трехдневная пробная версия. Триал доступен на сайте игры. Многопользовательский онлайновый шутер Firefall выйдет до конца этого года. Игра готова примерно на 80%. На этой неделе количество зарегистрированных пользователей в League of Legends достигло 15 миллионов. Напомним, что игре всего два года. Earthrise подешевела на 60%. Ее новая цена – 12 евро, либо 14 долларов. На этой неделе игрой выпуска стала южнокорейская Mythos. Мы уже неоднократно рассказывали о ней в новостях, но давайте же взглянем на нее поближе. Mythos позиционируется казуальной MMORPG, легкой в освоении даже для ребенка. Играть в нее действительно очень просто, особенно будучи знакомым с Diablo. Дело в том, что первоначально проектом занимались люди из Flagship Studio, впоследствии переключившиеся на Hellgate London, а руководил этой командой бывший сотрудник Blizzard. Впрочем, доделывать Mythos пришлось южнокорейцам из T3 Entertainment, а издателем стала Froxton Online. При желании на ролевые элементы Mythos можно закрыть глаза, а игровой процесс свести к тупой долбежке по кнопкам мыши. Классов много, но они тут вообще непонятно, зачем нужны. То же самое относится к умениям. Большинство из них идентичны, так что выбирать их можно хоть с закрытыми глазами. Конечно, умения отличаются понятными цифрами урона, но осваивать сразу несколько способностей смысла нет никакого. Периодически игра подбрасывает однотипные задания и за их выполнение пытается наградить. Впрочем, хоть сколько-нибудь разумный человек почти наверняка плюнет на эти однообразные и бестолковые миссии и попробует развлечься истреблением других пользователей. И тут появится следующая проблема — PvP в этой игре представлено дуэлями и только. Все недостатки можно списать на то обстоятельство, что Mythos только что вышло и многое наверняка будет доработано. Хотя это рабский труд. Проще, наверное, выпустить новую игру. На этом все. С вами была Женя. Встретимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова